Всем доброго времени суток, я рад вас приветствовать на моем новом видео, так как многие люди боятся заказывать комплектующие из таких сайтов как Алиэкспресс, покупать что-то с Аита, а денег тоже не так много, но если же предположим на вас упали с неба 50 тысяч рублей и вы решили потратить их на компьютеры, то что ж, добро пожаловать на это видео, где я вам расскажу про наилучшую сборку игрового компьютера, которая уложится ровно в 50 тысяч рублей за ней. Все ссылки будут в описании, а ты не забудь оценить мои старания лайком и подпиской на канал. Если же у вас будут вопросы или вы с чем-то не согласны, то вперед в комментарии, ну и тесты будут как всегда в конце. Нужен достаточно производительный процессор, которого нам хватит еще на ближайшие годы, а сейчас Ryzen 5 3600 подешевел, поэтому мы будем собирать именно на нем, а не на его ближайших конкурентах от Intel. Данный процессор является универсальным решением как для игр, так и для профессиональных задач. Всего за 9800 рублей. Данный камень на борту имеет 6 ядер и 12 поток, с актовой частотой 3,6 ГГц и в турбобусте 4,2 ГГц. Так и еще мы имеем большой объем кэш-памяти третьего уровня, что выделяет его среди конкурентов. Но что его явно не выделяет, это то, что заявлено 65 Вт, там далеко не видно, поэтому стоит взять хорошее башенное охлаждение. Я же поставил сюда кулер-мастер Hyper-T20. Уже проверенный кулер, который хорошо и зарекомендовал себя, имеет две медные трубки и охладить может до 100 Вт, чего хватит вполне. Цена 950 рублей. Все это мы будем собирать на материнской плате от Asrock B450MHDV 4 ревизии. Плата формата Micro ATX, что позволит любителям миниатюрных ПК взять небольшой корпус. Также она имеет два слота под оперативу, с максимальной частотой 3200 МГц. Для кого-то это плохо, так как если у вас уже было 8 ГБ двумя плашками, то вам надо будет выбирать что-то новое. Ну и наличие ММ2, как по мне, уже никого не удивишь. Достаточно неплохие фазы питания, ну и еще что вам нужно знать, то что вы сможете немного разогнать оперативную память процессора. Но насчет процессора стоит быть немного аккуратными. Стоит такая материнская плата 5100 рублей. Далеко от материнской платы уходить не будем, и перейдем к оперативной памяти. Так как у нас процессор AMD, а у них частота оперативной памяти влияет на производительность, то поэтому я сюда поставил оптимальный вариант от Adata на 16 ГБ. Конечно же двумя плашками и с частотой 3200 МГц. Здесь вам ничего разгонять не надо. Данного количества и частоты для современных игр хватит вполне. Цена 3400 рублей. Игры нужно где-то хранить, поэтому я предлагаю перейти к накопителям. Здесь я решил не экономить и взять проверенные бренды. Так как я сам попался на плохой SSD, и он сдох спустя пару месяцев использования. Так как сборка игровая, я поставил сюда двумя накопитель от Kingston на 250 ГБ. Этого хватит и под систему, и под самые требовательные и часто запускаемые игры. Так как скорость записывания и считывания будет куда быстрее, вы сможете поставить сюда ваши любимые программы. Второй накопитель, как по мне, это уже стандартный обычный диск на терабайт от Seagate Barracuda. Много о нем говорить не будем, так как это просто отличный хард за свою цену 3300 рублей. А SSD вам обойдется ввод 2150 рублей. Чтобы играть в современные игры, я поставил сюда достаточно производительную видеокарту, которой ему хватит поиграть во все современные игры. И даже есть задел на будущее. Видеокарту я тоже решил взять от AMD, в исполнении хорошего бренда. Это Sapphire RX 6500 XT на 4 ГБ DDR6 памяти. Да, всего лишь на 4 ГБ, так как бюджет ограничен. Но если вам этого мало, то присмотритесь к авторичке. Данная видеокарта очень холодная и тихая. Я не вижу смысла что-то о ней больше рассказывает. Так как 6500 XT показывает все за себя. В какие-то киберспортивные проекты вы будете играть на ультра настройках, а в современные триполы проекты на средне-высоких. За 17000 конкурентов нет. Все это нам нужно запитать. Я поставил сюда блок питания от Caguar на 500 Вт, 80+, с бронзовым стандартом. Для нашей системы это даже с большим запасом. Так как в пике наша система будет потреблять около 300-350 Вт. Поэтому берем и не жалеем. Ну и последнее, нам осталось это куда-то поместить. Я могу вам предложить два варианта. Свету все же заказать со Soda. Там различные корпуса. Как вариант, это GnZ CL любой версии. Или любой другой классный корпус от любой компании. Но если же вы хотите, чтобы вам в ДНС и собрали, то тогда можно взять Zalman S4. Тоже неплохой корпус, продуваемый и вместительный. Какой корпус вам выбирать, решайте сами. ДНС будет стоить 4К. Если на Азоне, то можно взять и за 3,5. Сыду вы можете наблюдать у себя на экране. Ну а теперь давайте к тестам. У меня не так много игр, какие есть, такие вы можете сейчас и наблюдать у себя на экране. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На этом видео подходит к концу. Вот такая вот у нас получилась сборочка. Классная и производительная. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. Три простых действия, которые для тебя неотрудны, а мне приятны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а на этом всё, всем пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА